У меня давно лежит ящик для вина, но уже без вина. Обжигаем его горелкой и далее вдоль волокон щеткой для броширования древесины делаем фактуру. Пользовался ею в первый раз и результат мне очень понравился. Пропиткой для древесины цвета махагон покрыл уже фактурную древесину. После просушки пропитки покрыл льняным маслом. Нарезал и приклеил тонкие пластинки из обычной дюймовой доски для крепления лицевой панели. Окрасил матовой краской и патинировал бронзовой эмалью, почти сухой кистью, оставшиеся планки, верхние и боковые ручки. Разметив отверстия, установил их на законные места. Маленький лайфхак. Если носик обычного шприца расширить сверлом до 2,5 мм, то в него отлично влезает отрезок обычной ватной палочки. И очень удобно аккуратно наносить клей и герметик на поверхности. Уменьшается расход, шприцей ничего не засыхает и долго хранится. Для лицевой панели хотелось взять что-то необычное и подошла купленная в соседнем хозмаге разделочная доска из настоящего бамбука. Нанеся разметку, сделал отверстие балеринки под динамики и под остальные компоненты фрезером. К сожалению, у меня нет своего фрезера, но у меня есть друзья, у которых он есть. И немного потренировавшись, начало что-то получаться. Легкий напилинг и наждачинг с покрытием все тем же льняным маслом. Собираем лицевую панель с применением силикона, аккуратно и не спеша, чтобы получилось все очень качественно. Ссылки на все компоненты вы можете увидеть под видео. Лицевые панели самого плеера и индикатора заряда были разного оттенка и с надписями. Я их решил также покрасить матовый черный. Получилось намного лучше. Собираем по несложной схеме начинку нашей колонки. Универсальный стабилизатор при любом входном напряжении выдает постоянное регулируемое напряжение. Я поставил 12 вольт. Небольшой цифровой усилитель класса D на чипе 3110 был взят из-за размеров низкого потребления и чистого звука. Но попробовав два модуля красного цвета с этим чипом, они постоянно уходили в защиту при повышении напряжения и работали нестабильно. Я остановился на модуле синего цвета, на этом же чипе, но с другой схемой включения. Конечно 15 вольт на канал он не выдает при таком напряжении, но для маленьких динамиков вполне достаточно. Сделал на всякий случай для него радиатор и посадил его на теплопроводящий клей. Установил дополнительную кнопку переключения режимов индикатора заряда. Он показывает заряд как в процентах, так и в напряжении. Закрепил аккумуляторную сборку простой полоской вырезанной из нержавейки и запаяв ее в термоусадку. Вокруг модуля Bluetooth MP3D-кодер соорудил небольшой герметичный короб из пластиковой карты. Закрепив FM антенну по периметру колонки, остается только запаять провода питания и установить лицевую панель на силикон на свое место. Решил сделать Bluetooth колонку еще более неповторимой. Нашел хорошего человека и он вырезал лазером название канала из фанеры, покрасил и патинировал его. По периметру крышки пустил натуральный канат. Также поступил с гвоздями для большей детализации. Продолжение следует... Устанавливаем фурнитуру и обрезанные шляпки гвоздей. И самой большой фишкой должен стать топорик из обрезка корейской березы и алюминиевой пластинки. Посмотрим все ли доделано в нашей Bluetooth колонке, нет ли каких изъянов и недоработок. Все, колонка готова. Она получилась не как у всех. Оригинальная. Подходит под любой интерьер и для любых поездок. Понравится и удивит друзей. Сказать автору спасибо за его работу, это всего лишь нажать палец вверх. Спасибо, что вы делитесь видео с друзьями. Думаю, им тоже понравится. Заходите на канал, будет много интересных и полезных проектов. Спасибо за просмотр. До новых встреч, друзья.